Хочу разобрать взлёт и посадку на Громе в несколько более глубоком смысле, чем что и куда нажимать. Прежде всего, при взлёте необходимо быть в курсе некоторых неприятных особенностей этого самолёта. Например, при обжатых стойках и разгоне свыше 108 узлов, произойдёт автоматическое перекладывание стабилизатора на кабрирование. Это называется помощь при взлёте и не является функцией игры, как в некоторых модулях, а является функцией системы управления самолётом. Мне не удалось найти возможности эту штуку отключить. Что ещё хуже, непонятен критерий, по которому стабилизатор будет переложен обратно. От чего это зависит не ясно, в руководстве об этом ничего нет. Я обратил внимание, что при взлёте с малой загрузкой, после отрыва от полосы, самолёт делает без всяких видимых причин клевок носом. Возможно, именно в этот момент перекладывается стабилизатор. При взлёте с большой загрузкой, как мы будем делать сейчас, например, я обращал внимание на этот клевок во время разбега. Скорее всего, перекладывание стабилизатора в обоих случаях привязано к скорости, но точный критерий мне вычленить пока не удаётся, а в руководстве об этом глухо. Разогнавшись свыше 150 узлов, я начну подтягивать нос самолёта, подтягивать русь на себя, поднимать нос самолёта, пытаясь создать угол тангажа 7-8 градусов, как показывает практика, для Грома это наиболее комфортный угол тангажа на взлёте и посадке. Создав такой угол тангажа, я буду продолжать разбег до самопроизвольного отрыва самолёта от полосы. Отрыв необходимо выполнить на скорости до 200 узлов. Дальше начинают лопаться шины, не рассчитанные на такие скорости передвижения по земле. После набора высоты 30 футов можно убрать шасси. Максимальная скорость полёта с выпущенным шасси составляет 300 узлов. В эти лимиты нужно уложиться. Ситуация осложняется тем, что присутствует боковой порывистый ветер. Относительно нас он дует слева. Ветер будет давить на наш киль, который, естественно, находится сзади, превращая самолёт в превосходный флюгер, который будет стремиться развернуться навстречу ветру. Это придётся парировать педалями. Гром, к сожалению, чрезвычайно чувствительен к воздействию ветра. Он и в мёртвый штиль на разбеге и на пробеге очень сильно болтается, а при ветре и компенсации его органами управления это будет нечто ужасное. Нужно работать очень-очень осторожно, чтобы ненароком не убиться. У нас очень большая взлётная масса сейчас. 12 300 кг из максимально допустимых 12 500. У нас загрузка, имитирующая вылет, нанесение бомбового удара где-то очень далеко. Но форсажем я на взлёте пользоваться не буду. В нашем распоряжении находится достаточно длинная взлётно-посадочная полоса, чтобы я смог осуществить безопасный взлёт, используя закрылки и не используя форсаж. А отсутствие форсажа растянет процедуру взлёта во времени, что сделает её более наглядной в учебных целях. Начнём. Выключаем управление над своим колесом. Выпускаем закрылки. Запрещаем форсаж. Зажимаем колёс на тормоз. Выводим двигатель на режим. Есть режим. Начинаем разгон. Уже начинает потихоньку разворачиваться. По мере разгона эффект воздействия ветра будет всё сильнее. Отрывались. Набираем 30 футов. Убираем шасси. Отдаю самолёт автопилоту, пусть держат. Шасси убрано. Убираю закрылки. Взлёт можно считать выполненным. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Возвращение на базу после патрулирования воздушного пространства На подвесах у нас есть всякое Ракеты, два подвесных топливных бака, пустых на сей раз И контейнер радиопомех Запас топлива во внутренних баках незначительный Крылевые баки уже пусты, фюзеляжные мы сейчас подъедаем Таким образом, общая масса самолета не очень велика Но лобовое сопротивление увеличено из-за различных грузов, находящихся на подвесах Выполнять заход на посадку мы будем на режиме двигателя 80% И при выпущенном воздушном тормозе Во время разворота я выпущу воздушный тормоз И уже не буду его убирать до самого пробега Точку выхода из разворота, удаленную от взлетно-посадочной полосы на 10 морских миль То есть примерно на 20 км Нам необходимо пройти на высоте около километра То есть 3280 футов И на скорости не более 300 узлов То есть на скорости, допускающей выпуск шасси Подойти к торцу полосы нам желательно на скорости порядка 165 узлов Коснуться полосы на скорости около 150 узлов Угол атаки при посадке, как и при взлете Не должен превышать 10 градусов Будет одна неприятная особенность При посадке радиовысотомер нам совершенно явно врет В момент касания радиовысотомер будет показывать, что до земли еще 11 футов Я сомневаюсь, что у наших стоит ход под 3 метра Поэтому это просто брешущий радиовысотомер Нужно это иметь в виду, иначе посадка окажется несколько жестче, чем хотелось бы Начинаем разворот Гром имеет современную систему управления с очень высокой степенью автоматизации В частности она самостоятельно убирает скольжение То есть я сейчас педалями вообще ничего не делаю Когда я выпущу воздушный тормоз и скорость самолета начнет падать Вместе с ней начнут падать обороты двигателя Это придется компенсировать, постепенно подавая рут вперед, чтобы удержать заданный режим Я не буду особо акцентировать на этом внимание Воздушный тормоз Продолжение следует... Продолжение следует... Появление деталированной лесенки с шагом 2,5 градуса указывает на то, что стойки вышли и встали на защелке Включаем посадочную фару Закрылки пока не выпускаем После выпуска закрылков самолет начнет довольно быстро терять скорость Я не заинтересован инициировать этот процесс слишком рано Закрылки выпустим на высоте около 1200 футов После того, как выполним выравнивание Создадим угол тангажа около 7,5 градусов как раз по вот этой вот лесенке И будем выдерживать самолет до косами Присутствует боковой ветер, причем не равномерный, а паривами Будет небольшая болтанка Все будет Ветер сейчас сносит нас немного вправо А когда мы костемся полосы и уже будем находиться на пробеге Будет разворачивать нас носом влево Все это придется парировать Гром, который и в мертвый таштиль очень сильно прыгает на малейших неровностях При боковом ветре его компенсации вообще изображает пробег по стиральной доске Но это придется просто потерпеть Тут мало что можно поделать Приближаемся к высоте выпуска закраутов Закрауты Начинаем интенсивно сбрасывать скорость Точку выравнивания выбираем чуть ближе полосы В игре смоделирован экранный эффект Непосредственно вблизи земли самолет значительно замедлит снижение Приближение земли бояться не нужно Она приближается тем медленнее, чем ближе мы к ней находимся Все механизации выпущены, шасси выпущены, мы в посадочной конфигурации Точку выравнивания выбираем Точку выравнивания выбираем Тормозной парашют Колесными тормозами разрешается пользоваться на скорости менее 145 узлов Но я пока не вижу такой необходимости Убрал закрылки, убрал тормоза Тормозной парашют единственное, что я сброшу, не затягивая на рулежку Но чисто из эстетических соображений Тормозной парашют единственное, что я сброшу, не затягивая на рулежку Тормозной парашют единственное, что я сброшу, не затягивая на рулежку Тормозной парашют единственное, что я сброшу, не затягивая на рулежку